Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучала Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, и пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Ты мой насущный хлеб Ты мой насущный хлеб Живое Слово В сердце моем Ты мой насущный хлеб Ты мой насущный хлеб Живое Слово Сердце моё Господь Тебя так жаждут Господь 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 Тебе нуждаю Тобой одним дышу 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 Святое имя В сердце моё Господь Господь Тебя так жаждут Господь Тебя нуждаю Господь Тебя так жаждут Господь Тебя нуждаю В Тебе нуждаю В Тебе нуждаю Добрый вечер, дорогая церковь! Приветствую всех в собрании святых! Дорогие друзья, братья и сестры, это замечательно, что мы можем приходить в Божье присутствие Самое главное для верующего человека это быть в Божьем присутствии это быть у Его источников это быть в присутствии Святого Духа Давайте обратимся к Священному Писанию и сегодня мы прочитаем из Евангелия от Иоанна 13 главы с 20 стиха и ниже здесь перед нами такая история истинно истинно говорю вам принимающий того, кого я пошлю меня принимает а принимающий меня принимает пославшего меня сказал это Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал истинно, истинно говорю вам что один из вас предаст меня тогда ученики озирались друг на друга недоумевая о ком он говорит один же из учеников его которого любил Иисус возлежал у груди Иисуса ему Симон Петр сделал знак чтобы спросил кто это о котором говорят он припав в груди Иисуса сказал ему Господи кто это Иисус отвечал тот кому я обмакнув кусок хлеба подам и обмакнув кусок подал Иуде Симонову Искариоту и после сего куска вошел в него сатана тогда Иисус сказал ему что делаешь делай скорее но никто из возлежащих не понял к чему он это сказал ему я хотел бы сегодня говорить о отношениях с Богом но вначале в качестве предисловия я хотел бы обратить внимание на те обстоятельства в которых были ученики в тот момент когда все это происходило на мой взгляд здесь разыгрывается одна из самых драматичных сцен в жизни учеников а именно предательства Иудой Господа Иисуса Христа ведь Иисус говорил накануне об этом еще и в 18 стихе написано что писание должно сбыться в том что едущий со мной хлеб поднял на меня пету вот эти обстоятельства в которых находились ученики когда Иисус сказал им об этом что вот в этом кругу в этом я бы сказал святом кругу где были 12 избранных и несмотря на то что у них был самый лучший учитель лидер говоря современным языком и даже в этом сообществе оказался предатель и вот когда Иисус сказал об этом ученики сильно возмутились они пришли в замешательство они были напуганы одновременно встревожены и вот эти обстоятельства которых были ученики заставляли их очень сильно переживать предательство которым совершил Иуда оно очень страшное Иисус употребляет сороковой псалом где Давид говорит о том предательстве которое он пережил когда один из близких его и лучших советников по имени Ахитофел он участвовал в заговоре против Давида еврейском выражении поднять питу оно довольно сильное выражение оно означает жестокость коварство глумление над тем кто повержен то есть представьте себе человек лежит он повержен но поднять на него питу это означает добить его если вы помните историю с добрым самарянином который шел по дороге и он оказался на обочине потому что разбойники напали на него мы видим как проходили мимо люди мимо него и вот этот добрый самарянин он обратил на него внимание то представьте себе какое же зло если бы кто-то добивал этого человека поэтому еврейском обиходе поднять питу означает нанести очень страшное не просто оскорбление а это крайняя форма предательства и вот Иуда который накануне видел как женщина омывала которая возливала это драгоценный нарт чистый на голову Иисуса она она пала к его к ногам она готовила его погребение это было тоже пророческим действием Иуда который смотрел на все это в сердце он роптал он был недоволен и возможно уже он приоткрыл дверь к тому чтобы дьявол вошел туда в его сердце и здесь мы видим такой святой момент когда ученики находятся вместе Иисус накануне своих страданий он делится о том что должно произойти в тот час когда Иисус дает хлеб входит в него сатана очень трагичный очень страшный момент для Иуд и вот ученики находятся в замешательстве в другом месте писания написано что они начали подозревать друг друга они начали говоря нашим языком косо смотреть друг на друга подозревая в этом и еще сказано что некоторые из них обратились к Господу и сказали не я ли Господи то есть они боялись каждый боялся попасть в это подозрение друзья мои если мы просто представим себе или станем на место учеников то наверное для христианина самое страшное что можно представить себе это оказаться вот в числе тех которые предают своего Господа и представьте себе какому испытанию они были подвержены когда Иисус сказал что вот в этом узком кругу в этой горнице когда Иисус делится с тем что должно произойти он открывает им что один из них является предателем это должно было их очень сильно смутить и возмутить знаете сегодня я бы хотел сказать перенести вот эту историю на наше с вами время есть неведение в котором живут христиане и это неведение происходит из-за того что мы не имеем отношений с Богом есть общее неведение которое касается всех нас то что касается эпидемии распространения болезней понятно что мы в какой-то степени переживаем переживаем за близких переживаем за нашу страну переживаем за других людей но это общее неведение мы не знаем что что будет завтра как будет развиваться ситуация завтра но то неведение которое я бы сказал личное неведение то что мы не знаем касательно лично нас нашего завтрашнего дня может быть кто-то сегодня переживает своей болезнью немощи ты не знаешь что случится с тобой завтра как будет развиваться твоя болезнь, или как будет развиваться может быть твоя сложная ситуация в твоей семье, в твоем доме. Может быть у тебя рушатся отношения. Может быть у тебя есть те проблемы, о которых ты сильно переживаешь и ты остаешься в неведении. Так вот сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели, как здесь открываются два типа отношений, а именно здесь написано, что Петр, который был тоже озадачен этим, он был смущен, он заметил, что один из учеников, о котором здесь не говорится его имя, но который был ближе всех к Иисусу, написано, что он возлежал у груди. И в тот момент острый для всех учеников, момент, который их смутил, который, я бы сказал, подвесил их на какое-то время в таком отчаянии, недоумении, потому что то, что сказал Иисус, их повергло очень сильно. Петр дает знак Иоанну, он каким-то образом кивнул ему, но Иоанн был ближе всех. Иоанн спрашивает, наклонившись к Господу, спрашивает, Господи, кто это? И Господь, Петр знаком подал Иоанну, и Господь отвечает знаком, тот, кому я подам кусок, обмакнув его. И он подает Иуде. И, скорее всего, что Иуда тоже где-то недалеко находился от Господа, на расстоянии, может быть, вытянутой руки, и он подает ему этот кусок. Вы знаете, друзья, я хотел бы сказать, что нужно отметить, что Петр был ревностным. Никто из учеников не проявил эту инициативу, но Петр, вот его, я бы сказал, формат общения с Господом был таким, через Иоанна. Но Иоанн был ближе. Иоанн получал непосредственно из уст Господа. Он был ближе всех. Вы знаете, мы в церкви представляем тоже несколько типов общения с Господом. Кто-то находится очень близко к Господу. Вы проводите время в молитвах. Вы не мыслите, чтобы и дня прожить без молитвы своим Господом. Вы как Давид говорите, как Давид говорил в Псалме, как лань стремится потоком воды, так душа моя стремится к Богу. Ваша душа всегда стремится к Богу, и вы слышите голос Святого Духа, потому что ваши отношения выстроены так. Ваши приоритеты это быть близко к Богу. Но есть другой еще тип отношений, и он тоже есть в церкви, это быть за общим столом. Это тоже разделять пищу. Это тоже принимать что-то от Господа. Это тоже радоваться вместе с братьями и сестрами, иметь какое-то служение, участвовать в этом служении, быть вместе, быть в деле, что-то делать, быть задействованным, но все же не быть так близко к нему, как Иоанн. Мне кажется, в тот момент, когда Петр заметил, что Иоанн был близко к Господу, наверное, в нем сыграла какая-то ревность. Наверное, что-то происходило в его сердце. Порой, когда мы не испытываем никакой нужды, мы не ощущаем этого, но, друзья мои, когда мы попадаем в какую-то сложную ситуацию, непростую, как вот здесь, на мой взгляд, оказались ученики, когда они спрашивали, они были напуганы друг у друга, спрашивали, не я ли, то Иоанн был самый спокойный. Почему? Потому что он был близко к Господу. Он имел эти отношения с Ним. Это, наверное, более выгодное положение. Я бы хотел сказать, что в Библии много говорится о разных отношениях с Богом. И сегодня церковь, если посмотреть на то, что она переживает, это непростые времена и для церкви, особенно потому что само слово церковь означает собрание. Увы, к сожалению, сегодня наше собрание происходит через онлайн. Конечно, более ценно видеть нам лица друг друга, иметь общение непосредственное, но, увы, друзья, пришло такое время, и нужно признать тот факт, что церковь несколько не была готова к этому, я бы сказал, к этому времени пандемию. Почему? Потому что мы не располагали таким откровением о том, что произойдет. А почему мы не располагали таким откровением? Это указывает на нас с вами общий недостаток наших молитв. Это указывает на то, что мы не так близко к Богу. Мы многие задаем вопрос, почему Господь такие времена сегодня пришли? Но если бы мы имели это откровение от Бога, если бы мы общались с Ним, друзья, то многие из нас мы были бы в большей степени готовы к тому, что сегодня переживают многие люди. Поэтому я хотел бы сегодня сказать, что то невидение, которое есть в нашем сердце, оно переполняет нас тревогами. Почему? Потому что мы не знаем, что нам нужно пройти. Незнание, непонимание того пути, который впереди, всегда тревожит. Он пугает нас, он смущает нас. И вот конечно же Петр он получил то, в чем он нуждался. И Бог конечно же благословляет церковь различными дарами. И Петр безусловно был одним из лидеров среди учеников. И он употребил свой дар таким образом. Поэтому я хочу сказать, чтобы мы не смущались от этого послания. Почему? Потому что может быть ты не можешь участвовать непосредственно на служении, дорогой друг, пребывай в онлайн молитвах. Используй все те возможности, которые у тебя сегодня есть. Потому что это тоже отношение с Господом. Если твое сердце открыто, и ты не пропускаешь служений, ты не пропускаешь молитв, но ты тянешься к Богу. Бог видит твою ревность, Бог видит твои желания, Бог видит то, что ты хочешь иметь отношение с Ним. Ты разделяешь общение так, насколько это возможно для тебя. Бог тебя в этом благословит. Друзья, как только мы начинаем идти к нашему Богу, как только мы начинаем больше молиться, искать Его лица, Бог это очень ценит в каждом из нас. Бог будет отвечать, Бог будет говорить. Конечно же, Иоанн был ближе, и это было огромным преимуществом. Я бы хотел сегодня сказать, еще привести пример из Иоанна от Луки, где Иисус говорит, приводит пример, что мы должны всегда молиться и не унывать. И помните тот пример, когда Иисус говорит, что человек, к которому пришли гости, у него не оказалось хлеба, он пришел к своему другу и начал просить. Потому что было уже позднее время, он услышал отрицательный ответ, когда пришел за хлебом. И Иисус говорит, что если он не получит по дружбе своей, то по неотступности получит. То есть мы видим здесь, что отношения часто выстраиваются среди людей, которые названы в Библии по неотступности, но есть отношения по дружбе. Можно вспомнить того же Авраама, который был назван другом Божьим, и можно вспомнить ту же историю, которая приключилась с Лотом, который находился в Содоме, Лот был в опасности. Он еще не знал, но Авраам уже знал. Почему? Почему Бог не открыл об этом Лоту, но он пришел к Аврааму с такими словами, утаю ли то, что хочу делать от Авраама? Почему? Потому что Авраам был другом, Авраам общался с Богом, Авраам был ближе к Богу, чем Лот. и Бог приходил и говорил с Авраамом по поводу того, что произойдется в Содоме, где находился Лот. И, видя переживания Авраама, он позаботился о его племяннике, который был в опасности. Мы видим здесь, насколько важны отношения с Богом, и насколько важно быть ближе к Богу. Друзья мои, Иоанн не выделялся среди учеников, он не был чем-то особенным таким, он не был, я бы сказал, таким любимчиком среди учеников. У каждого из нас есть абсолютно паритетная возможность к тому, чтобы выстраивать отношения с Богом. У каждого из нас есть 24 часа в сутки и 7 дней в неделю для того, чтобы как-то употребить это время. И вот вопрос сегодня, как мы строим отношения с Господом? Я бы хотел, чтобы мы научились, как Иоанн, быть настолько близко, чтобы быть у самого сердца нашего Господа, чтобы быть там, где Господь делится с тобой теми секретами, которые сокрыты от других людей. Я верю, что это есть огромный ключ для каждого из нас, это огромный ключ для церкви, особенно в последнее времени, потому что то неведение, которое сегодня существует среди верующих людей, оно очень опасно. Опасно оставаться в неведении. Давайте будем приближаться к Господу, давайте будем больше искать Его. Сегодня такое время, когда действительно мы стали больше молиться, но эти молитвы и тот факт, что их стало больше, они стали по причине обстоятельств, но давайте не только из-за наших сложных обстоятельств увеличивать наше молитвенное время, но просто нуждаться в Нем, искать Его, быть с Ним. Пусть это будет нашей привычкой и в хорошее время, и в трудное время быть ближе к нашему Господу. В этом мой призыв сегодня, дорогие братья и сестры, давайте будем искать лица Божьего всегда. Давайте будем быть ближе к нашему Господу, использовать те возможности, которые Бог дает нам, чтобы быть ближе к Нему. И те, которые близко к Нему, они не будут охвачены паникой, они не будут беспокоиться, они не будут суетиться. Почему? Потому что рядом с ними тот, кто успокаивает, кто утешает, кто поддерживает, они слышат Его, они идут с Ним, они чувствуют, что их рука находится в Его руке, они видят и переживают Его присутствие в своей жизни. Я хотел бы пожелать это каждому из нас, друзья, давайте будем искать нашего Господа. И давайте мы помолимся. Я бы хотел помолиться, и вначале я хотел бы призвать к молитве тех людей, кто не обращался к Господу. То есть для вас что значит отношение с Богом, иметь отношение с Богом? Может быть вы никогда не задумывались? Может быть у вас никогда не было диалога, у вас был только монолог? Вы что так говорили Богу, но вы не слышали Его голоса? Вы не обращались к Нему так с верой? Но я хотел бы сказать вам словами Священного Писания. Это не мои слова, это не слова какого-то проповедника, но это слова, которые записаны в Священном Писании, и там сказано каждый, кто призовет имя Господне спасется. Иисус Христос сказал так, сестую дверь и стучу, кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним и Он со Мною. Господь хочет быть в твоем доме, Он хочет разделять с тобой общение, Он хочет, чтобы ты слышал Его голос. И если ты тот человек, который еще никогда не обращался к Богу и не имел таких близких отношений, я хочу, чтобы ты знал, что Бог хочет общаться с тобой, быть близко к тебе. Прими Иисуса Христа свою жизнь, свое сердце, обратись к Нему в молитве, покайся о своих грехах, признай, что ты нуждаешься в Нем, прими Божье прощение, прими Божью любовь через жертву Иисуса Христа. Это единственный путь на небеса, это единственный путь открыт нам самим Господом, как мы можем прийти к Нему, как мы можем иметь отношение с Ним. Человек с грехом, человек старым образом жизни, с тем образом жизни, в котором мы жили все во грехе, мы не можем общаться с Богом в силу нашего греха, но только приняв жертвы Христа, приняв Его милость, приняв Его прощение, мы имеем эту возможность иметь общение с нашим Господом. Редактор субтитров